Друзья, и снова с вами Роман Тырсин, и сегодня мы с вами поговорим о том, как правильно оформлять аватарки для социальных сетей, в том числе для Инстаграм. Я говорил в предыдущем видео о силе визуального контента, о том, насколько привлекательно необходимо использовать всяческие инструменты, касаемые постов, подачи информации, полиграфии, дизайну. Но сегодня я поговорю с вами о том, как правильно оформлять аватарки. Согласитесь, что большое количество наших аватарок оставляет желать лучшего. И на самом деле восприятие информации о вашем социальном аккаунте и вообще восприятие вашего социального аккаунта начинается, конечно, с аватарки. Если мы говорим, что мы хотим профессионально продвигать наши аккаунты, в том числе в Инстаграм, ВКонтакте, либо в Фейсбук, аватарка – это первое, на что падает взгляд человека. О чем интересно упомянуть? В том, что если мы читаем слева направо, а мы читаем с вами слева направо, и многие страны именно таким образом читают тексты, информация точно так же воспринимается нашим мозгом и нашими глазами слева направо. Вот почему аватарка всегда с левой стороны стоит. Что интересно, в Израиле, если вы видели Инстаграм-аккаунты, например, в Израиле, аватарка стоит с правой стороны. Правда, круто? И действительно, там вся информация начинает поглощаться нашим мозгом, нашими, так скажем, зрительными определенными каналами восприятия справа налево. У нас слева направо. Вот почему. Если ваша аватарка совершенно не привлекла мое внимание, если она тусклая, страшная, я, конечно, не обращу внимания и не буду взаимодействовать с вашим аккаунтом. Давайте разберем поэтапно безумно важные пункты. Во-первых, в аватарке не должно быть никогда никакого текста. Это аватарка, это ваше лицо, и оно должно быть заметно. Если вы представляете личный бренд, будьте добры, выложите классное, красивое, яркое ваше лицо. Если вы представляете ваш бренд как компанией, значит, аватарка должна содержать только лого. Если лого есть и какая-то надпись, делайте все возможное, чтобы это на аватарке было только лого, без каких-либо надписей. Не старайтесь уместить на аватарке всю информацию о вашем бизнесе. Это ни к чему, это совершенно не нужно делать. Сейчас в мире безумно полезный, интуитивный, легкий дизайн, легкая подача информации, чтобы минимум наполнения и максимум запоминаемости. Если вы будете соблюдать именно такой формат оформления ваших аватарок, я уверен, 100% намного больше привлекательности в вашем аккаунте появится. И, конечно, будет намного больше подписчиков. Что еще безумно важно сказать? Помните, сейчас большое количество пользователей перешли на темное оформление. Инстаграм темный, телеграм темный, допустим, там, не знаю, оформление самих телефонов внутри, да, темный. И поэтому посмотрите, пожалуйста, как смотрится ваша аватарка, если бы вы выбрали белое привычное нам оформление фона Инстаграм, да, и социальных сетей. И как, если вы выберете темное оформление, в темном оформлении она должна смотреться точно так же ярко, классно и привлекать внимание подписчиков. С вами был Роман Тырсин. Увидимся с вами на новых видео уроках.